Личное участие руководителя, его поддержка или требование на эти решения вопроса зачастую необходимо там, где по той или иной причине застопорилось дело, как, например, с газификацией дома по улице Толстого, 111-я. Несмотря на то, что в большей степени решение этой проблемы зависит от пассивности застройщика, администрация города подсказала реальные пути ускорения процесса и уже собирались рабочие группы, где поляков дал конкретные задания. Если часть квартир оформлены как студии, где газификация недопустима по требованиям безопасности, необходимо переделывать технические условия. Именно с этого и начинается строительство жилья. Сегодня губернатор говорил, и сегодня мы рассматривали о том, что вначале должны выполняться технические условия, потом застройка делается. Вначале строят дом, вам продают, а квартиры, а потом мы начинаем трубы тягать там, понимаете или нет? А вы четвертый год отсидите без газа. Мы со своей стороны готовы помочь, все что угодно сделать, вам бумагу, письмо, пинка кому-то дать, понимаете? Но я не могу залезть в межрегион газ и сказать, вот вы вот так сделайте, потому что она перед законом тоже отвечает. Поэтому поляков берет на контроль вопрос подачи заявки на новые технические условия. И я, и Нина Николаевна, она депутат горсовета. Мы заинтересованы, и она в лобовую заинтересована, чтобы газ опотреблялся. Вы поняли, куда заявку, кто должен. Все, все это разъясним. Занимайтесь, не затягивайте, две недели даю срок, через две недели доклад. Тему недобросовестного строительства продолжил Юрий Бартыш, который пришел просить не сносить его пятиэтажную гостиницу, построенную незаконно, приводя как довод свою защиту наличие десятка других документов. Экспертиза есть? Да, экспертиза. Экспертиза есть. Разрешения нет на строительство? Ну все, о чем с нами разговаривать в суд, и все, на сносы. Те, кто без разрешения строится, это что такое вообще, я не могу понять. Сегодня, увы, завтра, другой, третий, пятый, десятый. Среди обращений с просьбой помочь всегда есть очень личные, как, например, место в детский сад. Есть и искреннее желание поучаствовать в общественной жизни города с десятком предложений, как изменить жизнь города к лучшему.